...го государства, сто лет назад, на следующий год, как образовано было сильное, мощное, гордое государство. И казалось бы, уже за год вся страна, весь народ, вся вертикаль власти и ветви власти должны были начать подготовку к празднованию этой знаменательной даты. Ведь каждый из них родился в великом государстве, получил образование, работу и, как обычно, должны были готовиться и показывать все наши достижения. Но придумали новый праздник, который исказил историю, который пытается внушить гражданам, что мы все едины, потому что мы, как и они, ненавидим собственную страну, не уважаем собственную историю. Да, в нашей стране было разное. Были героические страницы, была и боль, были упущения, было очень много, но это наша страна. Эту страну можно выбрать, но родину нельзя. Родина, как родители, она единственная. И если ты ее не уважаешь, она тебе ответит тем же. Представьте на мгновение праздник, столетий Великой Октябрьской революции. Колонны демонстрантов, миллионы и миллионы граждан идут с лозунгами. Фабрики рабочим, землю крестьянам, власть советам, мир народам. Даешь восьмичасовой рабочий день, отдайте нашу зарплату, верните рабочие места, дайте возможность учиться, дайте возможность лечиться. А рядом идет другая колонна, поменьше, но покрасочнее, украшена. Вокруг нее журналисты вьются, лозунги черно-белые и красочные. Красочных не очень много. Идут колонны, те, кто захватил землю, фабрики и написано о них. Мы приватизировали все, что могли. Мы отняли землю, мы опустошили территорию страны. Мы ликвидировали флагман авиационной промышленности, Саратовский авиационный завод. Идут учителя и несут, мы обеспечили дебилизацию всей страны. Идут врачи, мы закрыли родильные дома, мы закрыли больницы, мы закрыли фапы. Идут дорожники и говорят с лозунгами. Мы по возможности открыли единственную пешеходную зону, но постарались, чтобы были ликвидированы были тротуары и другие дороги и многое-многое другое. Да, Крым наш, идет большой лозунг. А все остальное, недра, богатство, железная дорога, фабрики, опять говорю, все, что принадлежало когда-то народу, это чье? Но журналисты вьются и показывают репортаж этих двух замечательных лозунгов. Крым наш и большая пешеходная зона. Послушайте, я прекрасно понимаю, что те, кто слушает и представляет ныне прислонившиеся к власти, наверное, обидно слушать это. Наверное, скажут, что это неправда. Но это мое видение. Вот так я представляла, что они должны праздновать столетия. Потому что похвалиться больше нечем. Ну, может быть, еще один лозунг. Мы уничтожили Союз Советских Социалистических Республик и нашу Родину, которая нам дала все. Наверное, больше нечем гордиться. Поэтому они придумали этот праздник. Но когда они кичатся тем, что они 25 лет уничтожают волеизъявлений народа, когда они переписывают протоколы, когда они захватывают власть, когда они уничтожают желание людей выразить свое «нет» сказать или поддержать. Они с гордостью говорят, мы создали специальный аппарат, который будет уничтожать любое инакомыслие. И это у них получается. Мы примем законы с помощью нелегитимной Государственной Думы, которая уничтожит все завоевания и уничтожит все права и свободы граждан.